Вот смотрите, характерное место, в котором часто очень муравьи любят селиться, это возле бортиков теплицы. Беру я эту ватку, ложу ее в месте обитания муравьев. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости-подписчики моего канала Садоводы и Огородники. Сегодня я продолжу в этом видео тему борьбы с муравьями, садовыми черными муравьями, которые часто селятся на наших участках, где мы выращиваем различные овощи, либо ягодные культуры, тоже клубнику. И частенько вот эти муравьи доставляют нам неприятности в виде того, что растения гибнут, либо плохо растут из-за того, что они плодятся в большом количестве, строят гнезда в земле и, соответственно, корни растений страдают и в целом растение может даже погибнуть. Вообще, конечно, муравьи, нельзя их причислить к абсолютно таким стопроцентным вредителям, потому что я глубоко убежден, что в природе нет вредителей. Есть, конечно, один вредитель такой, всем хорошо известный, это человек. Человек наносит наибольший вред природе, экологии. А вот муравьи, кстати, являются достаточно полезными существами, они вносят большой вклад в плодородие, увеличение плодородия почвы и вообще биологический баланс природы. В лесу муравьи также очень полезны, но на садовых участках, конечно, они могут приносить вред. Есть различные способы борьбы с муравьями, некоторые из них подразумевают физическое уничтожение муравьев, а другие способы призваны просто их отогнать. Я рассказывал о разных способах борьбы с муравьями на моем канале, можете их посмотреть, у меня очень много видео. И разные способы я показывал. В прошлый раз, кстати, я вам показал способ, как использовать для борьбы с муравьями, для того, чтобы их отпугнуть, вот такие капли, это капли анисового масла. Они достаточно эффективно работают, конечно, они не убивают муравьев, но заставляют их переселиться в другое место. Но, к сожалению, вот многие мне пишут в комментариях, что вот эти самые анисовые капли, они не всегда бывают в аптеках, и их достаточно сложно купить. Вот я, допустим, их купил, заказал их на Wildberries. Я думаю, что купить их вот в таких интернет-магазинах достаточно просто, а вот в аптеках они не всегда бывают. А сегодня я вам покажу средства. Это мазь, которая продается в любой абсолютно аптеке, стоит она порядка от 30 до 40 рублей, в зависимости от региона. Вот у нас, она в Московской области стоит 40 рублей. Вот она есть в любой аптеке, она также очень хорошо помогает прогнать муравьев. Конечно, не избавиться от них, не убить их, но нанести им такой удар в виде создания условий, в которых они будут себя плохо чувствовать. Они, как правило, покидают через несколько дней место обитания, которые вот с помощью этой мази можно обработать, как я вам сейчас обязательно все покажу. И, в общем-то, они уходят в другое место. Ну, а какие способы избрать вам для борьбы с муравьями, это уже вам решать. Физическое уничтожение или моральное уничтожение, чтобы они просто убежали в другое место, это уже вы сами для себя решите. Ну, что ж, давайте сейчас перейдем. Я нашел тут одно местечко, там есть муравьишки, их, правда, немного, но я вам покажу, как это средство можно применить. Вот, смотрите, характерное место, в котором часто очень муравьи любят селиться, это возле бортиков теплицы. Вот, смотрите, они тут построили ходы, вот их тропинка, вот они там куда-то бегут по своим делам. Вот в этом месте я и положу отпугивающую приманку, так скажем. Немножко вот так вот подкопаю это место. Далее я беру всю ту же ватку или ватный диск, который я использовал, когда показывал вам, как бороться с муравьями с помощью анисовых капель. Вот та же самая ватка. И теперь я беру вот такую вот мазь, которая называется ихтиоловая, продается в любой аптеке. Отличительной особенностью данной мази является очень такой, ну, для некоторых неприятный, резкий запах. Муравьи, если вы знаете, такие запахи очень не любят. И, как правило, они не селятся там, где присутствуют какие-то посторонние резкие неприятные запахи. Вот ихтиоловая мазь, она как раз таким запахом и обладает. Ну, вот смотрите, вот так вот я нанёс в серединку ватного диска мазь. Можно побольше, не жалейте, вот так вот, чтобы это всё хорошо пропиталось. Вот так вот её помните перед использованием. Вот я отсюда даже чувствую уже запах этот резкий. Беру я эту ватку, ложу её в месте обитания муравьёв и вот так вот её слегка прикапываю. Если вы найдёте прям муравейник такой с бугорком из земли, то прям в центр этого муравейника укладывайте и таким образом вы создадите для муравьёв невыносимые условия, после которых они не будут больше в этом месте селиться, перейдут в другое место, но физически это их не уничтожит. Поэтому данным способом вы муравьёв не уничтожаете, но просто изгоняете их с того места, где им не следует быть. Ну, например, из теплицы. Также данный способ абсолютно безопасен для растений. Это не какой-либо яд, в нём нет никакой химии, поэтому растения не напитаются никакими вредными веществами и дадут вам экологически чистый урожай. Поэтому не бойтесь, применяйте. В отличие от химических препаратов, которые имеют срок выхода, данное средство абсолютно безопасно. Друзья мои, я надеюсь, данный видеоролик был вам интересен, полезен. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео. До хороших вам урожаев и хорошего вам цветения.